мы проводим анкетирование родителей и вот выясняются очень интересные вещи например даже про эмоции казалось бы кажется что мы все можем распознавать эмоции свои или там чужих оказывается есть понимание ну детей а она как бы от родителей приходит что агрессия например агрессию проявлять плохо хотя уже столько об этом написано и сказано и снято тем не менее или например дети говорят о том что можно злиться только на маму и папу там братика или сестричку она чужих людей нельзя потому что это значит что ты себя плохо ведешь из-за тебя будет стыдно да то есть агрессия как бы отрицается хотя на самом деле если тебе что-то не нравится если мы говорим о безопасности детей то ты должен сказать нет или иногда этот нет должен быть достаточно агрессивным то есть отказаться от чего-то поэтому агрессия часто является для нас средством избежать какой-то опасности или например эмоция любопытства вроде бы до хорошая эмоция и родители грида хорошо быть любознательным любопытным узнавать что-то новое хотеть узнать что-то новое но любопытство может быть тоже опасным например когда к тебе кто-то постучал в дверь открыть или не открыть а если это например человек которого ты знаешь например твоя соседка да или не знаю друг или подруга мамы или папы открыть да если они предлагают посмотреть маленького котеночка пушистого или подарить себе или принесли тебе подарок какой-то то есть вот такие вещи очень важно действительно с детьми проговаривать объяснять кто такие свои кто такие чужие есть еще одну в литературе описано понятие опасных и безопасных секретов да или там приятных и неприятных секретов например когда как раз начинаете с того что определяетесь кому-то с кем ты можешь поделиться вот неприятным секретом да то есть что такое приятный секрет ну это то же что вызывает радость например да какие-то приятные эмоции и неприятный секрет что что-то произошло за чем-то возможно не хочешь говори тебе неприятно да и ты этим должен поделиться то есть это важно не умалчивать а рассказать кому рассказать важный вопрос Ja и вы Вы можете прямо с ребёнком, то есть родители могут с ребёнком определиться с тем, кто эти люди. То есть это может быть мама, папа, родственники, может быть учительница, например, если ребёнок ходит в школу. Да, есть теоретическая часть, понятно, мы говорим, что такое эмоции, какая-то теория есть о кругах безопасности. Но мы это всё отрабатываем на практике, то есть дети вместе с куклами решают какие-то ситуации, а в конце программы у нас будет итоговый квест, который называется «Поход за хлебом». И вот мы вместе с ребятами будем идти за хлебом, и там нам будут встречаться разные люди, возникают разные ситуации, и важно, чтобы дети ответили, как себя повести.